Вода в водоемах прогрелась и самые отчаянные жители Ленинского городского округа на свой страх и риск открыли купальный сезон. В настоящее время, как отмечает начальник Ленинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Коврижных, в муниципалитете нет официально разрешенных мест для купания. Есть только четыре зоны отдыха у воды. Молоковское сельское поселение, Булатниковское сельское поселение, деревня Богданиха, деревня Дальний прудище. Там есть места отдыха, где созданы именно условия для отдыха у воды. Спасатели МЧС информируют, что вода во всех водоемах Ленинского городского округа не отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм. Лучше потратить какое-то время, проехать и искупаться там, где это можно сделать, где обследован сам водоем, где обследовано дно. Но несмотря на запрещающие знаки и таблички, на пляже в селе Булатниково местные жители принимают водные процедуры. Я сюда хожу уже 10-15 лет, каждое лето, и никаких проблем с кожей. И вот мой крестник тоже ходит, и у нас проблем нет, вода чистая. Желательно, чтобы очищали дно, то есть берега. А какое оно? Ну, знаете, иллистое такое, и там, естественно, грязь, для детей это очень опасно, бутылки, там вот это все стекла попадаются. Поплавать на Булатниковский пруд Марина Шпагина приезжает из Москвы. Она рассказывает, что здесь ее почти все устраивает. Вода отличная, теплая, плавать можно. Дно прекрасное, песок, заход такой ровный, плавный. Единственный недостаток в этом пляже, самый основной, это очень грязно, очень много мусора, и берега очень грязные. В Московской области действуют определенные стандарты оборудования пляжей. На каждом из них должны быть обеспечены дежурство спасателей и медперсонала, проведение постоянных работ по расчистке береговой линии и дна водоема от опасных предметов. Температура воды для безопасного купания должна быть не ниже 18-19 градусов, а температура воздуха от 20 до 25. И важно помнить, что купаться можно только там, где это разрешено. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.